всем привет с вами бассет и сегодня мы поговорим о моей самой любимой кнопки в старшафт 2 она не раз спасала меня в экстремальных ситуациях но увы и причины многих моих провалов были связаны именно с ней это конечно же легендарная кнопка f2 который отвечает за выбор всех юнитов в игре и сегодня собственно мы будем разбираться в том нужно ли f2 вообще хорошим игроку или же нет начну с того что я очень много читал слышал советов от игроков мастер-лигии gml особенно советов игрокам ниже о том что эту кнопку нужно выдернуть клавиатуры забыть никогда не использовать и вообще словом f2 часто обозначаются игроки со слабым микроконтролем и примитивными билдами давайте я для начала расскажу наверное свою историю надо вообще отметить что зерги лучше всего подходит для f2 ибо у них редко бывают дропы или же юниты не стоят в стенке на холд команде да как у протасов например и те кто смотрел мои турниры игры они знают что мир контроль особенно больших армий это моя слабая сторона по сравнению с остальными аспектами моей игры я думаю что это пошло с тех пор как я только начинал играть starcraft в семнадцатом году потому что большинство моих билдов полагались на сильные тайминговые атаки и в моих играх я всегда был агрессором поэтому использовать бинты на армии мне было попросту не нужно основные проблемы для меня начали с изменением стиля игры в 2018 году я стал больше играть долгий макро от обороны и в результате стал страдать от дропов харасса поскольку делить армию с f2 довольно тяжело но вместе с тем 2 отдавал и мне и много плюсов и продолжает кстати давать мне не нужно обидеть вручную юнитов из коконов намного быстрее я могу реагировать на разные игровые ситуации мне намного проще сосредоточиться на других очень важных аспектах игры сейчас я использую конечно f2 одновременно с четырьмя другими биндами но все-таки я сторонник того что эта клавиша очень актуальна нужно ли вам игроку из бронзы серебра золото платина или алмаза убирать эту кнопку и учиться биндить ее не биндить ее точнее а биндить все на единичку и вообще на все остальные клавиши в игре лично я категорически против того чтобы вы убирали эту кнопку и сейчас я объясню вам почему во первых входной порог в sk2 очень большой потому что вам нужно уметь делать разведку заниматься мультитаском харассом следить за таймингами распространять крип кидать мулов кидать бусты вкалывать инъекции в хату и так далее то есть у вас фактически огромный набор более приоритетных задач чем конкретно там микро менеджмент в разных ситуациях и усложнять себе игру самого начала и заставлять себя постоянно биндить всех юнитов вы просто будете отбивать саму себе интерес к игре и увеличивать шанс того что ваша мотивация просто иссякнет из-за постоянных поражений потому что вы будете уделять много времени вот этим биндам к оконам путаться в управлении армии как соответственно будете уделять меньше времени всему остальном более важным а ваши оппоненты будут вас просто обыгрывать во вторых f2 можно использовать с максимальной эффективностью и не страдать от него даже несмотря на многие проблемы которые он может вызывать вот допустим парочка моих приемов которые использую своих играх во первых какая у нас главная проблема с харассом если мы отправим что-то в харасс наши собаки на харассе которые побежали туда они будут возвращаться домой по f2 если мы вдруг его нажмем нам конечно это очень невыгодно но мы должны помнить о том что если мы используем f2 плюс а клик то наши собачки добежавшие до харасса останутся атаковать ближайшие цели рабов армию там или постройки таким образом даже если мы в 2 чнем и рядом с нашими собаками было что-то такое там вражеское то наши собаки просто и хотя большая часть из них останутся там где и должны когда же нам нужно разделить армию для отбития дропа я предлагаю еще один простой вариант сначала мы кликаем все пачки через f2 на дроп а потом быстро отделяем рамкой основной кусок армии который нам нужно оставить на месте для главного боя то есть получается что мы больше всего контролируем именно мышкой и используем ее в управлении что для многих игроков довольно просто на потому что для новичков вы пользоваться клавиатуры в стратегиях не всегда кажется нормальным хотя на самом деле клавиатура играет даже более серьезную роль чем мышка и третий наш способ использования 2 это когда мы окружаем какую-то армию то есть это происходит очень часто в завт и в звп с окружением у нас идея такая же мы берем и делим нашу армию на три части рамкой чтобы расстояние были примерно одинаковые а затем при помощи f2 и мышки с рамку выполняем все остальное микро фактически мы заменяем бинты используя несколько других функций в игре раллипойнты до чтобы наша армия бежала сразу туда где у нас есть камера раллипойнты делается при помощи бинда на хату и правой кнопкой мыши это очень легко за зергов вот и собственно используем рамочку мыши и просто левую правую кнопку мыши это очень просто это так сказать интуитивно понятно для всех игроков когда нам нельзя использовать f2 ну во первых я уже сказал зерги лучше всего подходят для этого потому что у них меньше всего юнитов которые могут сорваться по f2 когда это не надо то есть зергам не надо расставлять абсерверов там и так далее там армию держать на халде где-то дропы у зергов происходит редко терна можно и в 2 шить если вы играете в мех потому что у вас сто процентов будут стоять танки в сидже они никуда не денутся они сами себя не разложат не начнут водитель не выйдет из кабины не пойдет пешком за страной армии а если же вы играете в биосов там могут быть проблем потому что допустим если у вас полетел какой-то дроп мидвак может полететь в другую сторону и ваш морпехи останутся без своего пилота соответственно они там погибнут от не очень хорошо но если вы играете в меха в 26 можно спокойно также можно и в 26 если вы сконцентрированы на одной большой атаки и вы не делаете никаких там параллельных дропов харассу все остальное упроцов ситуация похожая просто можно и в вашей всегда если вы идете в атаку если вы играете от обороны постарайтесь этого делать меньше потому что и нам нужно следить за зелнагами следить за ораклами абсерверами и так далее абсерверы в общем-то делаются очень легко остаются на месте при помощи специальной их команды до который позволяет им занять такое стать стационарное положение остальным людям конечно лучше стоять на месте под вашим контролем но если вы идете в большой пуш в ваши дни запрещается хорошо при этом вы заваривать ваш проход натурал если вы больше не строите пробок если у вас туда не строится юнт потому что если у вас уходят адепты или зил от со стенки могут большие проблемы и конечно же не стоит f2 шить армиями в которых у вас есть много кастеров да если у вас есть временно вайперы инфесторы королевы вы с большей вероятностью вы просто не успеете все размекрить и ваши юниты скорее всего врежутся по оклику и помрут одновременно вы успеете только кинуть только часть спелов и соответственно не стоит f2 шить так же если в вашем лимите юниты с разной скоростью если у вас одновременно в армии муталиски и допустим какие-нибудь роучи то великая вероятность что муталиски помрут первыми и или вам тогда нужно просто сначала ставить муталисков чуть сзади и f2 шить так чтобы они летели немного позади ручей и равнялись с ними только тогда когда уже начинается само сражение естественно даже если мы пользуемся f2 мы должны осваивать другие важные аспекты игры 2 нам помогает в этом плане потому что мы не тратим время на остальное основной такой микро менеджмент вроде биндов из коконов биндов прямо из казарм или там биндов через shift после варпа и так далее то есть сначала сконструйтесь на том что для вас для нас вообще всех реально важно это мультитаск это ваши тайминги это ваши билдозеры и только потом начинайте биндить можно начать с простого биндите хотя бы ваших королев ваши дропы вообще ваших тамплиеров высших например муталисков и так далее старайтесь в каждой игре даже если вы играете через f2 это обязательно использовать хотя бы 1-2 бинта на армию и поэтому и таким образом точнее со временем ваша зависимость это будет уменьшаться и в какой-то момент вы будете пользоваться так кнопкой все реже реже и реже потом может быть вы сможете вообще выпилить клавиатуру и будете пользоваться только биндом на единичку на этом сегодня все удачи вам на ладере и собственно в освоении этой прекрасной ртс под названием starcraft 2 а и и и и и и и